С миром принимаем. Я так вот сразу просто не стал это сам уже загружать. У Шерака там, да, есть там момент такой, что не лишайте своих усопших милостыни. Ну, я как у меня уже такая база появилась, что от нас мало что залечь в участие этих людей. Или только когда-нибудь традиция православная, что надо молиться. Вот как это понимать? Какой милости? Давайте посмотрим, что в это закладывается Слово Божие. Вот они расстаются, Давид, со своими друзьями. А друзья у него там хорошие, сыновья царские. И договариваются, когда меня не будет, позаботься о моем потомстве. Вот ради меня. Я умираю, у меня дети остаются. Это они их позаботься. Вот он заботится-то о мертвом фактически. А этого внимания как раз не берут. Понимает и зада вытаскивает, что кружку воды ему подать. О своем потомстве. Это он обо мне заботится. Вот я умру, я буду просить, чтобы ложь всякая была отвергнута. Чтобы книги находили новых людей. Посеянное семя, чтобы дало плод. Меня не будет. Я вас прошу ради меня мертвого, уже умершего. Сохранить это сокровище. Вот так. Проси Христу, то все ясно, просто и хорошо. Просто и хорошо, да. А ты как-то все думаешь, как что-то помочь. Но смысла нет. Если Господь сам уже определил, что как в притче там, да, о богатом и лазере, то уже в любом случае ничего нету. Перехода никакого не существует. Только если милость какая-то Божья будет там, но это все в руках Божьей только. То есть, с нашей стороны, никакой пользы особо нет. За традиции, да, вот, допустим, панихиды эти все, это просто, как бы, ну, не знаю, получается, как пустое занятие. Я говорил сегодня с одним, говорят, я отрицаю молитву за умерших. Не отрицаю. Я умру, я прошу за меня помолиться. Польза есть или нет, но память остается. Я как бы остаюсь с этими людьми. И Господь не запрещает нам заботиться. А польза, она, не знаю, правильно, может быть, ничего и нету из-за этого. Потому что определенно сказано второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно. Соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А это уже несоответственно будет. В 3.36 Евангелия Тяна говорит, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Если он был враг какой? Помяни раба твоего. Он что, Ельцин был верующий? А его отпевали, надрывались над ним. Помяни, Господи, первого президента. Да Бог, он уже наши президенты. У гроба еще все президента. Пьяница. Пропил Россию, а его в небо толкают. Как коммунисты говорили, ему только кола синовый могилу забить. Ни стыда, ни совести нет. Такое государство в пьяном виде везде представляло за рубежом. Ну, это же за неверие народа такая шапка была. Да, 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 да. Господь ответил, молился один, когда Маврикия спихнул с престола Фока, поднял мятеж. Ну, и казнил его, жену, детей. Ну, как вот этот Ленин. Это фигура такая же. И он просил, Господи, ну, почему такое расстрелы подряд, как Дзержинский, тут ЧК, прочее свирепствуют, как Иван Грозный. И Бог заговорил и говорит, я искал много, долго, чтобы еще хуже найти, но не нашел больше. Так что впредь не искушай Господа Бога. Вот ответ. По нашей жизни-то это очень хороший правитель еще. Я до утра дожил, меня ночью не арестовали, как раньше было, воронки бегали. Все? Так, кто еще есть? Еще один вопрос. Можно, давай. До этого, когда вы мне сказали, что я в сомнении в отношении крещения, я тут поспрашиваю у одних, во вторых, что тут нет такого никакого крещения. И я, а вы мне как-то сказали, что надо это делать быстро. Я так сразу принял, как в разумлении, что надо быстрее, может, что такое не успею сделать, покреститься. Или, может, все-таки будет возможность приехать к вам туда? Приехать это лучше всего. Тут люди, подготовка идет, экзамены будут. И уже, знаете, батюшка стоит в воде, все бесплатно, все это от сердца идет. А где вы будете? Вот он, тут не из них, от немцев был вальтер один. И они его с семьей вместе, считай, выгнали. Говорили, будем крестить в реке. Пришло время крестить, нет, в чане. А в чане там воды столько не хватает, за край кто-то усыпился, руки некрещеные. Они безбожники эти, большинство людей, попы. У нас это другая обстановка, мы долго трудились над этим, пока все привели в порядок. Ни один канон, чтобы не нарушался. А у них нарушается 413 каждый день. 57% от всех канонов. Их обходить надо, говорит, за 10 верст. Вот у меня так нежелание и есть, что особо-то нет желания общаться одним тут, попом. И вот такой масляный, масляный такой у нее разговорчик, все. Но вот вижу, говорю, так почему же так не учите? Да вот Господь сам научит. Я говорю, что не знаю, как он научит-то. Я говорю, для чего тогда люди-то, зачем вы тогда нужны? Ну, вам виднее, родной, вот такое лукавое какое-то, это смирение. Я, ну, что, я ему несколько высылал роликов, думаю, посмотрите, как люди живут. И он ни разу не ответил. Он, думаю, все, ну, понятно, что для них это огонь, это их обличает, и поэтому они никак не хотят общаться. Я вот тут гляжу на экране, пять человек, которые у нас принимали крещение. Вот к Николаю Астахову можете обратиться, как он был здесь. Маргарита была, Валентина была, Хапилина, вот сейчас считала она, Ольга Николаевна, это которые у нас крещение принимали. Ну, вот здесь Александр Борцов. Ты смотри, сколько людей-то уже, которые были у нас, видели своими глазами. В свободное время они работали, костер был. И везде у нас все это поставлено, чтобы ни один канон не нарушался. Оглашенные из идти из храма выходят. Это божье дело все, божье дело. Ну, мы старались, искали. Так, еще кто есть, нет, а то я отойду. Спасибо, Господи. Да, с Богом, отошел. Спасибо, Господи.